Девушки отдыхают У меня своя котельная, уже недели две она работает Ну вот не всем так везет Большинство кировчан все-таки живут в многоквартирных домах И далеко не во всех из них есть своя котельная Ну вот про везение, ты знаешь, когда по концу месяца мы пойдем платить за электроэнергию Я думаю, многие посомневаются, везет или не везет Потому что зимой порядка 8 тысяч получается, то есть цены кусаются Понятно, но про цены мы сегодня тоже поговорим Мне кажется, что сейчас уже пришло время представить наших гостей В нашей студии Сергей Береснев, руководитель кировского филиала компании «Т-Плюс» Добрый день Добрый день Константин Утрубин, директор по работе с дебюторской задолженностью Кировского филиала компании «Энергосбыт-Плюс» Добрый день И Олег Прохоренко, руководитель пресс-службы кировской теплоснабжающей компании Наш коллега Олег, добрый день Добрый день всем Так, ну что же, начнем мы, наверное, сегодня с итогов ремонтной кампании И обязательно поговорим о старте отопительного сезона Когда же все-таки в домах всех кировщан появится отопление Давайте все-таки сначала о старте Мне кажется, это важнее Хорошо, значит, в обратном порядке Так когда же, собственно, и есть ли какие-то уже объекты социально важные, где отопление уже дали? Да, давайте я отвечу Это Сергей Александрович Береснев, руководитель кировского филиала компании «Энергосбыт-Плюс» Начиная с пятницы прошлой недели, мы начали подключать по заявкам потребителей, по заявкам бюджетных учреждений Именно социально важные объекты Первый, это был подключен в пятницу второй роддом, перинатальный центр Второй был подключен, это дом ребенка на проспекте строителей Вот сейчас ко мне приходят смски, еще дополнительно в понедельник на совещание в администрацию города Кирова Были поставлены задачи по подключению детских садов И сегодня часть этих задач исполняется Сегодня уже включили инфекционную больницу И по детским садам такую работу мы тоже проводим А в течение какого периода примерно все социальные учреждения будут подключены? Но я хочу сказать о том, что в любом случае подключение производится по заявкам То есть они сначала должны обратиться? Да, они должны обратиться, у них не должна быть задолженность И мы в рабочем порядке эти объекты подключаем Это до момента появления распоряжения официального от администрации города О старте отопительного сезона, да? Давайте напомним, каким образом это происходит То есть мы каждый год об этом говорим, и тем не менее надо напомнить Два распоряжения издается Первое распоряжение идет по подключению социальных объектов И второе распоряжение идет по начале отопительного сезона Для в целом города, для всех жителей Мы понимаем о том, что температура наружного воздуха 9 числа она еще была 10,8 градуса По холоданию у нас наступило 10-11 число Но на следующей неделе мы опять ожидаем повышения температуры И пресловутых дней с температурой ниже 8 градусов Пока у нас не набирается По правилам 5 дней ниже 8 градусов Среднесуточная температура ниже плюс 8 Да Но тем не менее, мы к этому готовимся Готовим сети, готовим генерацию Я готов рассказать об этом чуть подробнее Я еще добавлю, если можно На самом деле любой дом Если это ТСЖ, ЖСК Либо решением собрания жильцов Может подать заявку и подключить тепло В любое время, хоть летом Потому что ресурс подается круглый год Горячая вода бывает круглый год За исключением времени опрессовок и ремонтов Поэтому здесь не нужно думать Что только распоряжение администрации города Влияет на это Если у вас дом дружный Если вы можете договориться и обратиться в управляющую компанию Если вы мерзнете А второй момент Ведь за каждый день нужно платить Конечно Да, и нынче и так очень длительный Отопительный сезон был до начала июня И сейчас, если рано люди начнут включать То, конечно, платежки будут больше, чем в обычный год То есть это тоже нужно осознавать И, может быть, энергосберегающие какие-то вещи применять И дома утепляться Но подождать с включением тепла Это дорогое удовольствие Нужно это осознавать И за него тоже нужно платить Лекарство от простуды тоже не дешевое удовольствие, Олег К сожалению Да, нет, но я говорю, что решение можете принять И до распоряжения Самостоятельно можно Вот это, кстати, интересная история Первый раз я это слышу Я вчера, конечно, первый раз за лето тапочки одел Да, дома становится уже чуть прохладнее Хорошо, но я не знаю Наверное, стоит все-таки перейти к итогам ремонтной кампании Потому что собирались мы несколько раз летом Говорили, да, о том, что тяжело пришлось вам Да, не просто и с магистральными сетями все непросто Вот давайте подробнее Ну, давайте, коллеги, вкратце отчитаюсь У нас на город Киров работают три теплоэлектростанции Это Кировская Т-4, Кировская Т-5, Кировская Т-1 По этим станциям практически все основные ремонты у нас закончены По Кировской Т-4, три пиковых водогрельных котла Мы практически обновили за этот период Кировскую Т-5 Обновили часть оборудования по первой станции Сделано не так много, но она полностью готова к работе И мы получили уже паспорт готовности по этой станции Если говорить про запасы топлива То на холода у нас запасы топлива созданы Договор с Газпромом у нас существует Пролонгирован Созданы запасы каменного угля в районе 200 тысяч тонн По мазуту запас тоже имеется в районе 30 тысяч тонн Так что здесь опасения станции готовы, генерация готова Чуть сложнее, как всегда, у нас ситуация с сетями В городе Кирове мы понимаем, что есть сети муниципальные Есть сети наши собственные, есть сети прочих организаций И прочих владельцев Но тем не менее, мы видим по нашей зоне ответственности Рост дефектов, начиная с 2012 года, существенный Если в 2012 году у нас было 1955 дефекта То в 2016 мы уже перевалили планку в 4400 То в этом году мы прогнозируем количество дефектов примерно 5700 То есть в три раза выросло получается Да, существенно идет рост, сети стареют И если говорить по основному фактору увеличения этих дефектов Это старость сетей Сети старше 25 лет А на такой срок они были рассчитаны в период укладки Это 439,4 километра сетей Это рисковая зона Но мы говорим, что есть рисковая зона и в других группах Там от 10 до 25 лет От менее 10 лет Сети ГВС, они, как правило, больше 10 лет не служат От СТП до домов Поэтому здесь по горячему водоснабжению Вроде как бы нам и хочется, чтобы всех подключить разом Но нового дефекта они точно нас догоняют А вот можно я вас буквально на минутку прерву Доля этих сетей, которые старше 25 лет Доля сетей старше 25 лет Это порядка 60% Больше половины А старше 40? Ну, я выделяю старше 25 лет Они старше 40, они точно входят туда Там есть сети и старше 40 лет Это точно А сейчас мы устранили на сегодняшний момент Это примерно 3100 дефектов Вот наш прогноз там на уровне 5,5 с небольшим тысяч Которые прогнозируются по этому году Пока исполняются Так, устранили около 3000 А с остальными что? Мы в любом случае все дефекты устраним Я не сомневаюсь, я не думаю, что вы их бросите Конечно, там кто-то жалуется о том, что не так оперативно Но приоритет в любом случае идет По тем дефектам, где максимальное количество Отключено домов по горячему водоснабжению Да, это мы понимаем, конечно По перекладке хотел бы вам сказать о том, что у нас динамика есть В этом году мы особенно внимательно на это посмотрели К перекладке мы в этом году отнеслись по другой методике То есть, если мы видим, что в начале ОЗП прошлого года По улице Красноармейская, по улице Розы-Лексембург По улице Горького мы получали массовые дефекты То точно, и мы согласовали это все с администрацией города Кирова Мы эти сети должны были переложить И вот как вишенка на торте у нас появился еще один объект Это улица Воровского От Чапаева до Горького Достаточно протяженный объект Если смотреть в трубной части Это практически 900 метров трубы Магистрально мы перекладывали 3 мая текущего года Мы проводили испытания максимальными температурами И этот участок у нас не выдержал эти испытания 96 домов у нас остались без отопления Май месяц, понятно, что можно пережить без тепла Но было прохладно И мы всячески устраняли дефекты на этих сетях И мы поняли, что с этими сетями нам зиму жить, проходить нельзя Мы взяли этот дополнительный объект И точно его уже заканчиваем 97% исполнения в трубной части Я думаю, что к 15 числу мы постараемся запитать всех потребителей от этой перекладки Хорошо, к 15 числу мы вернемся буквально через минуту Напоминаю, что говорим мы о старте отопительного сезона Небольшой перерыв Возвращаемся в студию И очень скоро вернемся Мы возвращаемся в эфир Я напомню, что говорим мы сегодня о старте нового отопительного сезона И об итогах ремонтной кампании У нас в гостях Сергей Береснев, руководитель кировского филиала компании Т-Плюс Константин Утробин, директор по работе с дебюторской задолженностью И Олег Прохоренко, руководитель пресс-службы компании Ну что же, продолжим Уже устранено порядка 3000 дефектов Как Вы сказали в первой части, Сергей Александрович А все-таки хотелось бы понять, всего их сколько? Вот сейчас у нас не устраненных, влияющих на отопительный сезон Остается еще порядка 120 дефектов Мы их видим, они у нас все в журнале учета проставлены по приоритизации Мы их берем и устраняем Хотел бы еще интересную историю доложить О том, что если в 2015 году мы перекладывали теплосетей 20 км В 2016-м, в 2017-м у нас эта цифра подвигается к 30 км Это перекладка по ремонтам Вскрываем, надо менять метры 10, 15, 20 Мы меняем это тоже учитываем И по перекладкам, которые Вы видите в новой изоляции Новая труба системой дистанционного обнаружения утечек То есть это суммарно вот эти цифры об этом говорят А сколько сейчас домов еще без отопления? Вот если мы говорим про 120 дефектов Сейчас отопления еще нет ничего Это у меня просто дома оно уже есть У вас, наверное, да Сейчас по домам эта цифра колеблется Вот сегодня были два отключения И сегодня порядка четырех включений было Конечно, надо подытожить Но я думаю, что остается Вот плавающая зона Это примерно 5% от общего количества домов От 250 до 270 домов Каждый день у нас под отключением Это, еще раз повторюсь Порядка 5% от общего количества домов Остается без ГВС Ну, опять же, изношенной сети И 100% мы этой цифры в настоящий момент не добьемся А все-таки к какой дате вы планируете завершить все ремонтные работы И дать горячую воду в эти дома? Ну, вы на меня так смотрите Сейчас только, Юля, сейчас только Сергей Александрович Я только что сказал, конечно, не что что Если ездишь на старом автомобиле Ты можешь гарантировать, что у тебя нигде ничего не потечет Не отвалится, не побежит и так далее Всегда требуется какой-то ремонт Всегда есть какой-то дефект Машина едет, но ты знаешь, что тебе надо собрать деньги на то На другое, на третье, на четвертое и планово менять Вот то же самое и здесь Нет, нет, мы понимаем Нет, это очень образное сравнение Зимой ясно же, что не остаются без горячей воды Нет, отопление это другая история 250 или 270 долларов Это разные немножко процессы Да, потому что система отопления Я еще раз хочу сказать о том, что Если система По системе отопления трубы служат от 25 лет и более То по системе горячего водоснабжения Там за 12 лет они уже полностью изнашиваются Потому что мы берем холодную воду Она не очищенная Воздух остается в этой воде И идет в том числе и внутренняя коррозия То есть по системе ГВС это чуть другая история По отоплению у нас надежность есть Но опять же не исключаются какие-то Нештатные ситуации в отопительном сезоне Хотя, как вы видите, наши перекладки говорят о том Что мы минимизируем риски прохождения отопительного сезона Хорошо, у меня прям вот личный такой вопрос Скажите, пожалуйста, брать водонагреватель домой или не брать? Слушайте, это право каждого Конечно То есть если человек хочет жить с резервом за гарантией Всегда это право каждого Я знаю тех людей, которые держат в доме два утюга или два чайника Это право каждого, если вдруг этот утюг сломается Нет, я просто в перспективе той картинки, которую вы обрисовали И того количества дефектов, которые постоянно растет То есть две недели без горячей воды летом можно пережить Но все лето это как-то не очень Это уже тяжело, да Смотрите, две недели наше законодательство предусматривает на плановые профилактические ремонты Если появляются аварийные ремонты, то эти две недели, они, конечно, могут превратиться в больший срок Я хочу сказать о том, что, конечно, кто еще не приобрел Очень мне хотелось бы, чтобы мы приняли решение в текущем году по массовой перекладке городских сетей И эту программу выполнили Вот это моя мечта А массовая перекладка городских сетей, это вы сейчас имеете в виду вот тот самый договор концессии, который мы перед эфиром обсуждали? Да, 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 договор концессии По договору концессии мы сможем Вот сейчас уже Ижевск прошел по этому пути И Минстрой Российской Федерации одобряют эту практику И мы видим, что в текущем году они 40 километров переложили только по программе ТПИР Плюс еще по ремонтам В прошлом году они 40 километров переложили, плюс по программе ремонтов То есть где-то у них под 60 километров они сетей перекладывают в два раза больше, чем у нас А город примерно такой же А давайте слушателям объясним, да, о чем здесь идет речь Договор концессии между Кировской теплоснабжающей компанией, городской администрацией и правительством Кировской области Верно? Верно По данному договору вы как раз будете модернизировать и перекладывать теплосети Да, точно Они остаются при этом муниципальными Они остаются муниципальными В муниципальной собственности, но будут уже новые Там прописаны две части Первая часть это наше обязательство Мы в опережающем темпе должны вложить инвестиционные денежные средства В соответствии с теми объектами, которые мы выберем Не мы выберем, а выбирает город Говорит, что здесь надо переложить, здесь построить новые сети Вот это инвестпрограмма Еще раз повторюсь, опережающим темпом мы должны инвестировать Далее берется какое-то стандартное фиксированное повышение платежа И платежа за ресурс И вот за счет этого повышения платежа Мы со сроком окупаемости 10, 12, 15 лет Планируем вернуть те денежные средства Которые опережающим темпом мы сейчас хотим вложить Чтобы остановить рост количества дефектов Так, давайте еще раз людям прямо на пальцах объясним Сейчас рост тарифов в год в среднем составляет 4% Если мы говорим про масштабную модернизацию теплосетей То сколько дополнительно денег люди должны будут заплатить? Это все зависит от инвестпрограммы Когда мы заключим договор, дай бог это получится Там четко будет прописано, какая инвестпрограмма Конечно, по тому состоянию сетей Мы видим, что инвестпрограмма Именно в муниципально-городские сети Она должна быть на уровне 600 миллионов рублей Это примерно 4,5% рост индекса плата граждан Но опять же, это будет все прописано в самом договоре Сейчас мы говорим пока о предварительной расчете Ну да, мы поняли, что пока эта вся история только готовится А что такое 4,5% сразу вас перебью Это примерно 200-200 с небольшим рублей за трехкомнатную квартиру в месяц И вот теперь ответ на твой вопрос Нужно ли покупать водонагреватель? Можно его купить, а можно эти деньги потратить Было бы лучше, если бы их потратить на сети И не пришлось бы ждать воды И опасаться, что зимой будет холодно Потому что водонагреватель не спасет от проблем с отоплением Ну, за водонагреватель и за его работу тоже придется платить, конечно Да, во-первых, ты платишь за него и, во-вторых, за электричество Хорошо, я бы хотела все-таки вернуться Давайте вот мы немножко от конца и отойдем Хорошо К старту отопительного сезона Перед перерывом есть у нас 5 минут И я хотела бы подключить Константину Утровина Директора по работе с дебюторской задолженностью Кировского филиала компании «Энергосбыт плюс» Я так понимаю, что вы больше отвечаете за управляющие компании Да, но вот в частности можете нам рассказать об их готовности Ну, не только за управляющие компании А вообще за всех потребителей города Кирова и Кирова-Чепецка Потребители тепловой энергии Ну, ситуация в этом году ничуть не отличается, наверное, от всех предыдущих Задолженность у нас на сегодняшний день порядка 3 миллиардов Всех потребителей перед теплоснабжающей компанией Ничего себе! И порядка 72% это задолженность, грубо говоря, управляющих компаний Не физических лиц? Ну, опосредованно физических лиц, потому что мы предполагаем, что задолженность управляющих компаний Она как раз и сложилась из-за должности физических лиц То есть потребителей обычных, да? Да Обычных жителей Вот, к сожалению, большому этот год там ничуть в лучшую сторону не отличается от всех предыдущих Хотя наметилась определенная тенденция Она состоит в следующем То есть мы уже на протяжении пары лет последних пытаемся двигать следующую тему То есть управляющая компания является неким посредником между населением и теплоснабжающей компанией В данном случае Поэтому мы предлагаем их исключать То есть переходить на так называемые прямые расчеты Когда население, каждый человек непосредственно платит непосредственно ресурсоснабжающей организации Сокращается время прохождения денежных средств Ну и всевозможные злоупотребления, в которых мы зачастую подозреваем исполнителей коммунальных услуг Они тоже вроде как исключаются Тогда может быть не злоупотребление, там может быть просто средство на другое направление С переходом на новую систему оплаты понятнее будет порядок расчетов То есть ты платишь за ту тепловую энергию или горячую воду, которую потребил Ну я как раз под словом злоупотребление Как раз имел в виду, что зачастую управляющие компании недобросовестно Они используют денежные средства не по назначению Ну то есть дыры затыкают буквально, да? Ну и дыры, и не только дыры, у нас за последние два года порядка 11 уголовных дел Когда руководители управляющих компаний привлекают за воровство Кстати, есть два громких случая, когда руководители управляющих компаний в Перми на 10 лет реального срока А в коме на 4,5 года реального срока привлекли И это уже не шутки За что? Играть за то, что он деньги потратил на цели, не соответствующие Ну то есть история, когда люди заплатили за тепло, а управляющая компания эти деньги потратила не на оплату услуг А куда-то в другую сторону Хорошо, у меня вопрос в связи с большим количеством должников и большой суммой долга Что будет с теми домами, где есть большое количество тех, кто вам денег должен? Вы их будете подключать? Ну, на сегодняшний день наше российское законодательство, оно таково, что задолженность населения управляющих компаний Не является определяющим фактором при принятии решения, включать, подключать дом к системе теплоснабжения или нет Так или иначе, мы в том числе, как любая теплоснабжающая компания, мы социальная компания Поэтому тепло в конечном итоге будет подключено всем Единственное, что нужно понимать, это должен услышать каждый, что график подключения, он, естественно, будет зависеть от того, является управляющая компания или ТСДЖ должником или нет Они получат в последнюю очередь Конечно, да В первую очередь будут подключены те, кто не имеет задолженности, а должники будут подключаться по мере возможности и чуть позже Я все-таки хотел бы закончить первоначально то, что начал Переход на прямые расчеты мы видим в этом решение нашей проблемы по увеличению задолженности Поэтому предлагаем всем на сегодняшний день через решение собраний собственников ТСЖ, управляющих компаний, принимать решение о переходе на прямые расчеты То есть собираются собрания, жильцы принимают решение о том, что необходимо, о том, что они хотят платить деньги за тепловую энергию Да, и это является основанием для того, чтобы из цепочки прохождения денежных средств мы управляющую компанию или исполнителя коммунальных услуг исключили Подождите, а управляющая компания будет этому сопротивляться? Вот я в этом уверена Ну нет, на самом деле тема неоднозначная Многие управляющие компании, особенно те, кто выстраивает свой бизнес именно как бизнес, они понимают, что им на сегодняшний день это выгодно При переходе на прямые расчеты управляющей компанией, скажем, исчезают затраты на биллинг То есть выставляя квитанции напрямую жильцам, все затраты, связанные с выставлением, с печатью, с доставкой, со сбором дебиторской задолженностью Они автоматически ложатся на нас, и это совсем там немаленькие деньги Вот поэтому многие управляющие компании, они... Добросовестные Добросовестные управляющие компании, они приносят нам документы, подтверждающие... Ну, протокол решения собственников, да Да, и у нас уже порядка, там, десятка управляющих компаний, они на прямых расчетах благополучно работают с нами на протяжении, ну, года, полугода Я хочу еще дополнить, наверное, коллеги, о том, что вот есть у нас управляющие компании, у кого глубина задолженности составляет от 4 месяцев до 13 месяцев И больше года Больше года, то есть представляете, что сейчас эти управляющие компании нам платят за август предыдущего года Или за сентябрь предыдущего года Но это... Они с процентами платят, простите, вот никогда не думала, вы на них пене накладываете? Да, при просуживании этой задолженности в арбитражном суде, естественно, и штрафные санкции, они тоже налагаются на них Понятно Уйдем на перерыв? Уйдем на перерыв и вернемся, напомню, говорим о старте отопительного сезона в Кирове Мы возвращаемся в эфир, Анна Лапшина, Юлия Афанасьева и наши гости Сергей Береснев, руководитель кировского филиала компании Т-Плюс Константин Нотрубин, директора по работе с дебюторской задолженностью кировского филиала компании Нергосбыт Плюс И Олег Прохоренко, руководитель пресс-службы кировской теплоснабжающей компании И вот у меня еще один уточняющий вопрос к Константину Викторовичу А каким образом реализована механика вот этих прямых расчетов жителей с теплоснабжающей компанией? Каким образом это делается? Ну очень просто, когда у ресурсоснабжающей организации заключен договор с исполнителем коммунальных услуг То формирование квитанции, расчет квитанции, печать квитанции, доставка квитанции Работа по сбору денежных средств осуществляется исполнителем коммунальных услуг А после того, как принимается решение о переходе на прямые расчеты, всем этим занимаемся мы То есть по сути для людей ничего не меняется? Им точно так же будут приходить квиточки в ящики, которые они будут оплачивать Только наименование получателя на этих квиточках будет иное Более того, при принятии решения о переходе на прямые расчеты Мы в первую очередь обращаем внимание на то, чтобы момент перехода с управляющей компанией на РСО Чтобы он прошел максимально гладко Чтобы не было случаев двойных квитанций, чтобы не было случаев ошибок Мы за этим стараемся следить Не всегда, может быть, там проходит так, как нам хотелось Но это приоритетная задача, мы за этим следим Хорошо, у меня такой вопрос Вы консультативную какую-то помощь оказываете? То есть кому-то можно обратиться, позвонить? Если вот сейчас есть возможность, можем озвучить номер телефона? Ну, потому что вдруг проконсультируют люди Я думаю, что вообще все исполнители коммунальных услуг так или иначе охвачены нами полностью Поэтому, в принципе, и контактные телефоны наши знают Но могу назвать непосредственно телефон Фамилию надо называть? Да нет, я думаю, что достаточно номер телефона и паспортный 377-389 Это как раз работник, который все знает про прямые расчеты И первоначальная консультация, она в любом случае должна быть через него Ну, опять же, если жители решат перейти на прямые расчеты Это уже надо было на этой стадии обсуждать с энергосбытовой компанией Что необходимо точно сделать Ну, то есть в любом случае звонить придется? Да, конечно Звонить придется Ну, и на всякий случай, наверное, напомню, что телефоны ваши можно найти на квиточках на всех, я так понимаю Которые приходят платежки, да? Хорошо Анна, у нас с тобой немного времени осталось Что мы еще обсудим? Ну, коллеги, давайте я еще продолжу историю о том, что все будут ждать вот это завершение пятидневки холодной Возможно, с продолжением Возможно, это будет на следующей неделе после потепления на этой неделе Город будет включаться не единомоментно Я хочу об этом сказать И, наверное, сразу попросить у людей терпения Потому что какие-то дома будут подключаться в первую очередь, какие-то во вторую очередь Потому что всю нагрузку города единомоментно нам не взять Сети заполняться будут, магистральные наши сети тоже по графику Сети общедомовые в случае необходимости тоже будут заполняться нами, но тоже по графику И поэтому, если у кого-то появляется отопление, а у соседей нет Вот тут начинается шквал звонков Десятидневка в 10 дней, как правило, мы весь город подключаем И в графике мы сейчас, который направили администрацию города Кирова, опять же Расписали график, что за 10 дней мы точно город подключим Вот эти 10 дней просто надо набраться терпения и потерпеть Звонки, там что-то еще Конечно, есть у нас сайт hotwater.kirov.ru Где мы принимаем все заявки и рассматриваем эти заявки в таком очень быстром режиме Особенно нас интересуют заявки по порывам То есть где-то есть порежка, где-то есть порыв, утечка горячей воды То есть, опять же, повторюсь о том, что было бы хорошо, если бы граждане обращались, наши жители города Кирова И обращаются с такими случаями немало обращений, на самом деле Мы признательны тем, что мы имеем в виду, что человек идет по улице, видит парость под землей Пишет адрес и оперативно бригада выезжает, проверяет, что там случилось А по подключению социально важных объектов Мы понимаем, что сейчас в городе очень много частных детских садов Которые зачастую и в жилых домах расположены Вот они к этой категории, видимо, не относятся Да, они к этой категории не относятся Частные детские сады, конечно, наверное, с учетом того, что они работают с детьми Должны предусмотреть у себя какие-то приборы нагрева, дополнительные приборы Для того, чтобы самостоятельно обеспечить температуру внутри помещения Ну вот, коллеги, я вот сейчас смотрю за окно И, конечно, вроде уже осень, уже прохладно А природа-то говорит, что еще не осень Погодите, нам завтра 20 градусов обещают В Москве вчера было плюс 24, прекрасная погода, лето И люди в футболках А я думала, вы скажете про двойные стеклопакеты Кстати, Сергей Александрович сказал уже о том, что можно обращаться на сайт hotwaterkirov.ru Горячая вода в Кирове Но в первую очередь, если ваш дом по графику должен быть подключен, а горячей воды у вас нет Или нет, у вас есть в соседнем подъезде Обращаться нужно в указанный в квитанции телефон управляющей компании Потому что здесь очень большая доля нагрузки и работы Выпадает на долю управляющей компании в дом КТК заходить не может, проверять, выстраивать там все внутри Это работа слесарей, которая работает в управляющих компаниях Это тоже нужно понимать Какие работы должны провести специалисты управляющей компании со своей стороны Чтобы начало отопительного сезона случилось вовремя? Сейчас Сергей Александрович, наверное Контактин Викторович ответит Давайте я, наверное, скажу Существуют такие правила оценки готовности к отопительному периоду Они утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации Такой знаменитый приказ номер 103 Все, наверное, я работы перечислять не буду Но они, в общем-то, такие понятные И управляющие компании прекрасно знают эти требования И должны их выполнять Это в первую очередь проведение промывки оборудования Это разработка эксплуатационных режимов Это проверка состояния внутренних тепловых сетей Которые принадлежат непосредственно потребителю Проверка состояния трубопровода Форматуры запорной Ну и наличие и работоспособность узлов, учета Составляются определенные документы Которые приносятся в том числе нам на проверку Слушайте, вот эти документы Это паспорта готовности так называемые, да? Да, да, да Этим летом тоже много говорилось И после проведения проверки Паспорт готовности либо Ну, нами он визируется А затем там несут в администрацию Где он подписывается? А мы можем как-то вот в процентах сейчас сказать Сколько управляющих компаний в городе Вам эти паспорта принесли? Ну, я не по управляющим скажу Я, наверное, по объектам скажу Объектам, хорошо То есть у нас именно тех объектов Которые запитаны от нашей тепловой компании Их порядка 4156 объектов К нам поступили паспорта по 2076 То есть, грубо говоря, 50% на сегодняшний день По Чепецку, например, ситуация там несколько лучше Там порядка 1107 объектов И по ним 100% паспорта поступили И по Чепецку выполнение работ где-то, ну, 80-90% Так, а если этого паспорта нет? Пока его нет, пока его нет, нельзя Ну, даже если смотреть по городу Кирову 50,4% управляющих компаний обратилось Но, опять же, не все работу они сделали И для получения паспорта готовности Опять же, требуется отсутствие дебиторской задолженности То есть, пока формально Там большая часть управляющих компаний Не смогут получить паспорт готовности Хорошо, а те управляющие компании, которые вам должны еще за август какого этого или прошлого года Они как будут получать эти паспорта готовности? Они паспорт готовности, по-видимому, не получат Тем не менее, к сетям теплоснабжения будут подключены Но, скажем так, качество предоставления услуги непосредственно жильцам Это будет уже на их совести и на их ответственности То есть, этот объект, получается, не готов к прохождению осенне-зимнего периода Тем не менее, ресурс поставляется А вот дальше вся ответственность уже лежит на них Ну, то есть, вы тепло подключите, но если потом что-то пойдет не так Да, это будет зона их ответственности Хорошо, ну что же, у нас одна минута осталась до конца Давайте, наверное, резюмируем Если вы хотите платить деньги за тепло напрямую Теплоснабжающие компании, то можно позвонить по номеру телефона 377-389 Проконсультироваться По паспортам готовности по Кирову порядка 50% управляющих компаний Сейчас получили паспорта готовности Только подали документы Подали документы, да А есть какой-то дедлайн по получению паспорта? Тяжелый, тяжелый такой вздох После 1 ноября паспорта готовности не выдаются Потому что там акты готовности подписываются Ну, в общем, деваться-то некуда Все равно ведь тепло-то будет у всех Ну, в прошлом году, на самом деле, после начала отопительного сезона Еще больше там полутора месяцев люди приходили и оформляли эти документы В паспортах готовности заинтересованы не мы и не город Заинтересованы сами жители Потому что если промывка не произведена и опрессовка не произведена Действительно, будет, во-первых, холодно без промывки Это, представляете, слой какой накипи в батареях А, во-вторых, без опрессовки есть всегда риск, что где-то порвется батарея зимой И это очень опасно И в минус 30 вы останетесь без тепла Да, поэтому проверять лучше гражданам, сделали ли все эти условия, выполнила ли их управляющая компания Каким-то образом мониторить ситуацию, да Я благодарю наших гостей Олега Прохоренко, руководителя пресс-службы Кировской теплоснабжающей компании Константина Утробина, директора по работе с дебиторской задолженностью Кировского филиала компании «Энергосбыт плюс» И Сергея Береснева, руководителя Кировского филиала компании «Тэ плюс» Говорили о старте отопительного сезона Надеемся, что пока будет тепло А как только станет холодно, так сразу тепло станет в наших квартирах Анна Лапшина Юлия Фанайсхева, спасибо за эфир Спасибо До свидания До свидания Редактор субтитров А.Семкин